здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков всем привет продолжаем рубрику что стоит за вегетососудистой дистонии паническими атаками и вашей симптоматикой и предыдущий ролик назывался невростыния и укр здесь я буду говорить об истерии и укр как мы знаем есть три основных вида невроза я напомню это истерия невростыния и обсессивно-компульсивное расстройство каждый из неврозов имеет свою специфику свое внутреннее противоречие свою специфику мышления и безусловно свою симптоматику я не буду сегодня говорить о симптоматике потому что в большинстве случаев вы ее знаете но я вскользь ее упомяну но расскажу чуть подробнее и коротко о том что такое истерия как это выглядит обращается девушка я буду брать реальный пример да чтобы вам было проще понимать что же такое истерия и окр во первых истерия это завышенные требования к окружающим при этом при всем внутренней ответственность к собственному поведению практически утрачено то есть человек считает что люди должны делать так как она считает нужным так как она считает правильным а вот то как она себя ведет это она думает что это правильно и естественно проще говоря это такое требование внимания требование любви и требование чтобы все было так как она хочет это внутреннее требование рожденное путём таких детских отношений с отцом, детских отношений с родителями. Но сейчас не об этом пока что. Итак, историческое требование внутри психики человека постоянно создаёт очень такую ядерную внутреннюю эмоцию злости, эмоцию тревоги. Тревогу, потому что, а вдруг меня не будут любить, вдруг я останусь одна. А злость, потому что есть требования, они должны делать так, как я хочу, они должны делать так, как мне нужно. Ну и всё, собственно говоря. Как выглядит симптоматика? Обращается девушка, её жалобы, всё началось с панических атак, с регидососудистой дистонии, как ей казалось. И она примерно 2,5 года пыталась найти в себе какое-то заболевание. Она пыталась лечиться от панических атак, она пыталась лечить гипертонию, криз какой-то гипертонический. Она пыталась лечить всевозможные ощущения в теле, потом это всё сместилось в область ипохондрии, потом это всё сместилось в область головных болей, потом это всё сместилось в область навязчивых мыслей. А вдруг я сойду с ума, а вдруг я что-то сделаю и так далее. Путём нашей работы выяснилось, что все её навязчивые мысли, сойти с ума и что-то сделать, влекли за собой по классической концептуализации Арненбека страх, что она останется одна, её не будут любить. Да, страх такой, что она будет одинока, что уйдёт внимание, которое ей так сильно важно. Путём дальнейшей работы было выяснено, что для неё очень важна любовь и внимание близких. Она буквально требует, когда люди что-то делают, чтобы было так, как она хочет, чтобы было по её. Но в её жизни сложилось так, что череда обстоятельств сложились таким образом, что люди не стали делать так, как она хочет. Люди вели себя по-своему. И она стала задумываться о том, а вдруг она сейчас пойдёт в какое-то место, а вдруг что-то случится, а вдруг она куда-то пойдёт, и она потеряет над собой контроль, все увидят её симптоматику и от неё отвернутся, перестанут её любить и уважать. И вот так сочетается истерический и обсессивно-психостенический вид внутренних конфликтов, где с одной стороны девушка требует любви и хочет, чтобы было так, как она хочет, в том объёме любви, который ей нужно, а с другой стороны у неё возникает навязчивый страх, а что она сейчас может сделать, а что может произойти, что она эту любовь якобы потеряет, от неё отвернутся, потеряет к ней уважение и так далее. Понятно? Симптомы я перечислил, они достаточно типичные. Она обратилась к одному человеку, который пообещал ей счастливую жизнь без панических атак. Она смотрела мои ролики, многое поняла, но решила попробовать. Ей объяснили, что такое панические атаки, ей объяснили, что такое регетососудистые напряжения, что это эмоциональная сфера, что от этого не умирают. Дали ей концептуализацию о том, что такое паническая атака, что это испуг, что его надо прожевать, что его надо выдерживать, что с агорофобией надо бороться этап за этапом, шаг за шагом, выдерживая это напряжение частями. Это совершенно правильно. Но ей легче от этого не стало, потому что сначала она, конечно, поняла и испытала эйфорию. На этой эйфории обычно просят оставить отзывы, потому что люди, которые вдруг перестали испытывать панику, они думают, что они выздоровели, и что это вот Господь Бог спустился на землю в лице этого человека, и одухотворил его таким талантом. Но на самом деле объяснить, что такое паническая атака, объяснить человеку, что надо выдерживать это, и мотивировать на то, что надо идти на улицу, это не является психотерапией. Это является обучающей частью работы с неправильным пониманием клиентов симптомов, что вызывает панику, страх и изоляцию. Это такой небольшой первый шажок. Она этот первый шажок успешно сделала, но буквально через 3-4 недели она поняла, что вегетативные внутренние ощущения у нее продолжаются. Более того, продолжаются навязчивые мысли о том, что вдруг что-то произойдет. Она уже не боится ходить, она не боится панической атаки, но основная проблема осталась. И вот здесь возникают главные терапевтические задачи. Как сформулировать у этой клиентки основную историю осознания того, что она требует. Что она требует любви, что она требует безукоризмного выполнения ее пожеланий, при этом критика к себе практически отсутствует. Плюс объяснить ей, что ее страх сойти с ума, потерять контроль, еще что-то сделать, является, как ей кажется, причиной для потери этой любви. И вот терапия таких пациентов сводится не к терапии панических атак, объяснению, что такое ВСД, а к достаточно глубокой, достаточно интересной, такой пошаговой, системной, долгой работе над самим характером, над самим складом мышления, над аналитической концепцией о том, как так сложилось, почему она требует, на осознание этих требований, на разработку новых навыков адаптивного поведения в среде и в социуме, на развитие, самое главное, внимание, критического мышления к самой себе, то есть постоянного наблюдения в здоровом формате за собой с целью развития критической формы мышления к собственному мышлению, а именно, как я сейчас думаю, как я сейчас себя злю, как я сейчас это создаю, и в чем ошибка. Вот именно эта длительная, такая интересная работа с клиентами и стоит за вашими симптомами, потому что сами по себе симптомы не являются проблемой. Дереализация, деперсонализация, вегетососудистые проявления, паника в виде испуга, навязчивые мысли – это все не является главным объектом нашей терапии. Главным объектом нашей терапии является работа с тем, что стоит за этим проявлением. А за этим проявлением стоят три основных невроза, которые надо научиться выявлять, с которыми надо научить работать в личностном ключе каждому индивидуальному человеку в отдельности. Невозможно собрать тысячу человек и объяснить им глубокую концепцию про себя каждого, потому что это возможно только при таком персональном контакте. В лучшем случае, вот ваш покорный слуга это делает в группе, где есть 8-10 человек, как по скайпу, так и очно, где 8-10 человек можно разобрать вот так вот более-менее персонафицированно. В широком формате вебинара, в широком формате большой лекции этого сделать невозможно. В широком формате большой лекции мы можем образовать людей, мы можем ответить на их вопросы, мы можем ответить на их заблуждения, мы можем дать им какую-то схему общего понимания проблемы. Но если вы говорите о том, что у меня были панические атаки, если вы говорите о том, что у меня были такие-то вещи, но осталось основное напряжение, с помощью образовательных лекций вы это не измените. Нужна индивидуальная или групповая работа со специалистом, который базируется, который специализируется именно над работой с неврозами и с личностными расстройствами. Они рассказывают вам о том, что такое паническая атака, как она происходит и так далее. К сожалению, в наше сегодняшнее время люди, которые считают, что у них проблема – это паническая атака, их достаточно много. Но благодаря каналу невроза Мегаполис и нашей образовательной работе огромное количество людей уже начинает понимать. Конечно, они потратили энное количество денег и времени на борьбу с паническими атаками и им говорили о том, что их жизнь будет счастливая и полноценная, но это не так. Счастливая и полноценная жизнь у наших клиентов начинается где-то после определенного периода, уже после работы с паническими атаками, уже после работы с агорофобией, вегетососудистыми проявлениями, когда идут глубинные внутренние изменения мышления, где человек начинает принимать решения в жизни, где человек начинает менять качество своей жизни путем инноваций, интеграции нового поведения в своей жизни, путем принятия решений на работе, в личной жизни, взятия на себя ответственности и так далее. И вот все эти интервенции в жизни человека, которые он должен сам принести, и будут давать в долгосрочной и краткосрочной перспективе действительно глубокий терапевтический результат. Поэтому канал Невероза Мегаполиса и я, Алексей Кресиков, настоятельно рекомендуем вам понимать следующее, что если вы хотите действительно улучшить качество своей жизни, если вы хотите действительно справиться с вашими проблемами, не только симптомцентрированно, но и сделать свою жизнь действительно счастливой, интересной, чтобы вы не просыпались в тревоге, пускай без паники, но в тревоге, чтобы вы не шли после работы выжатые эмоционально, как лимон, чтобы вас не штормило эмоционально, то вы в маниакальном каком-то энтузиазме, то вы в депрессии, вот чтобы вот таких перепадов не было, чтобы не было постоянных каких-то срывов, смены места жительств, смены проектов, смены работы, отсутствие стабильности и так далее, вот этим должна заниматься качественная психотерапия личности, а не рассказы о ВСД и панике. Поэтому зрители канала Невроза Мегаполиса прекрасно это знают. Желаю вам успехов. Итак, истерическое личностное расстройство и истерия и ОКР это внутреннее требование человека к тому, чтобы ее любили так, как она хочет, чтобы люди выполняли то, что она хочет, потому что потерять любовь и внимание для нее очень опасно, очень тревожно. Если вы спросите, почему так произошло, это произошло потому, что с ребенком определенным образом вели себя в детстве. Там, конечно же, все базируется на АЦ, на отношении к этому ребенку папы, об этом чуть позже я расскажу детально по поводу детства формирования. Есть у меня вебинар по самооценке, его можно приобрести на сайте, без неврозы ТВ там это есть, но сейчас не об этом. И вот люди, боящиеся потерять любовь, боящиеся потерять внимание, боящиеся потерять близких, они начинают очень сильно переживать, а потом к этому и предъявлять требования, и возникает такая вегетативная проблема, а потом к этому может прикрепиться страх. А как я сейчас это потеряю? Ответ. А вдруг я сделаю то-то, то-то? А вдруг у меня будет то-то, то-то? Если меня закроют в психушку, меня же вообще не будут любить. А если я что-то сделаю с собой, меня же вообще не будут любить, от меня отвернутся. И вот тут возникает самый главный страх. Поэтому, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, да, коротко и ясно, попытался очень поверхностно рассказать о том, что такое истерия и ОКР, и о том, что нужно делать, работать в личностно-ориентированном ключе, а не говорить о симптоматике. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам логического мышления, желаю вам понимания, глубокого понимания неврозов, неповерхностного. Старайтесь быть более критичны к собственному поведению, к собственным мыслям, в хорошем смысле этого слова, потому что вы чувствуете себя ровно так, как вы интерпретируете обстоятельства вокруг вас. Еще раз. Вы чувствуете себя так, как вы интерпретируете обстоятельства вокруг вас, начиная с симптомов и интерпретации их, заканчивая отношением в реальной жизни. Если вы научитесь интерпретировать как симптомы, так и окружающие обстоятельства менее травматичны, менее самопоражающи, вы сможете избавиться от 70% как минимум вашего самочувствия пагубного. Ну а дальше мы приступим уже к работе над причинами, почему я так делаю и как я так делаю, и почему так вообще возникло. Спасибо вам большое. Канал Невроза Мегаполиса желает вам успехов. Всего доброго. До встречи.